В этот день, 28 марта, родились. Княгиня Екатерина Дашкова, руководитель Петербургской академии наук, человек, придумавший букву ЙО. Максим Горький, русский советский писатель. В этот день, 28 марта 1462 года, великим князем московским стал Иван III Васильевич. За следующие 40 с небольшим лет он окончательно освободил Русь от власти ордынских ханов, воссоединил с Москвой множество княжеств. 28 марта 1584 года умер царь Иван IV Грозный. Перед смертью он тяжело болел, однако в день ухода почувствовал себя хорошо, сходил в баню, попросил доску с шахматами. И только начав играть, упал и умер. 28 марта 1854 года Франция объявила России войну. Начиналась Крымская война. 28 марта 1953 года, после смерти Сталина, объявлена всеобщая амнистия. В истории она вошла под именем Бериевской амнистии. К концу Сталинской эпохи в исправительных учреждениях пребывало около 2,5 миллионов человек, или 1,5% населения. А число политических заключенных даже превысило цифры конца 30-х. Так, в 1953 году по политическим статьям в неволе находилось порядка полумиллиона заключенных. Смерть Сталина стала одновременно и потрясением для всей страны, и принесла надежды. Надежды разные. Для высших партийцев возвысится еще больше. Для диссидентов, кулаков и прочих ненадежных элементов надежды на пересмотр сроков. Взгляды устремились на новых партийных лидеров. До поры первым среди равных числился Лаврентий Берия. Силовик, как сказали бы сейчас. Человек противоречивый. С его приходом к штурвалу НКВД количество заключенных несколько уменьшилось на 10%. Однако к концу 40-х выросло снова. Во время войны Берия руководил депортацией народов. После смерти Сталина этот новый глава МВД сразу подарил обнадеживающие перемены. Заметно смягчилась риторика в отношении «дела врачей». Свернули Менгрельское дело, дело о заговоре в МГБ СССР. Вероятно, это были не столько жесты гуманизма, сколько попытка сформировать вокруг себя круг благодарных. По мнению Александра Солженицына, Берия пожелал получить инородную поддержку. Для этого, как говорит писатель, и была затеяна самая крупная амнистия советских лет. Из записки Берия в президиум ЦК. В настоящее время в лагерях, тюрьмах, колониях содержится более 2,5 миллионов заключенных. Из общего числа заключенных количество особо опасных государственных преступников составляет всего 221 тысячи человек. Всего он выделил 9 категорий ЗК, которых следовало амнистировать. 6 категорий, куда входили беременные женщины, несовершеннолетние, пожилые и неизлечимо больные. Они составляли менее 200 тысяч человек. Оставшиеся 3 категории – рядовые преступники, воры, грабители, насильники, хулиганы, мошенники. Не подпадали под амнистию только тяжелые статьи, убийцы, члены банд. А вместе с ними и подавляющее большинство политзаключенных, которые получали сроки от 10 до 25 лет. С 28 марта вплоть до 10 августа началось поэтапное освобождение 1,2 миллиона заключенных. Печальным результатом стал резкий рост преступности весной-летом 1953-го. Одним из первых наиболее пострадавшим городом стал Улан-Удэ – перевалочный пункт из северных лагерей. В эти неспокойные месяцы госучреждения круглосуточно охраняли автоматчики. На улицах установили комендантский час, а из ближайших частей прислали военные подразделения, потому что милиция не справлялась. По словам очевидцев, расстрелы расписавшихся преступников проходили прямо на улицах. В июле первоначальный указ об амнистии изменили. Злостным хулиганам, грабителям и ворам-рецидивистам досрочный выход на свободу был заказан. Всплеск преступности в 1953 году составил 16,5%. Число убийств увеличилось сразу на 48%. Разбойных нападений – в 2,7 раза. В следующем году почти 100 тысяч освобожденных снова оказались за колючей проволокой. Надежды же политических рухнули, что вылилось в ряд крупных восстаний – в Воркуте, Норильске и Казахстане. Что интересно, последствия той амнистии ощущаются до сих пор. В стране прибавилось районов с неблагоприятной обстановкой, а тюремно-лагерный жаргон и порядки проникли в повседневную жизнь. К слову, сам инициатор амнистии был расстрелян в декабре того же года под пытками недавления, признавший себя виновным в контрреволюционной деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok